итак ребята всем привет у нас очередной выезд очередные пока пушки выехали мы на деревню на старую где я поднял центральную створку если кто внимательный помнит и вернулись именно на этот же фундамент может быть что-нибудь еще эдакой у нас интересное выстрелить но сюжет интересна еще тем что на этом фундаменте я нашел створку центральную часть правую часть нашел дом у себя в мордике а левую часть недавно нашел евгений который тоже фундамент у нас есть где нашли серебряную медаль и евгений сегодня мне ее привез то есть в ближайшем будущем мы скоро будем по вашим просьбам реставрировать ту самую створку нашли мы ее из разных запчастей но все же соберем ее полностью и нанесем ей первозданный вид то есть будет реставрация полная реставрация чистка нанесение мали ну и естественно консервации все вы скоро в ближайшем этом будущем увидите в общем за шурфились мы копаем уже где-то полчаса вот евгений пашет как трактор нашел он полтинник 61 64 год не знаю вот у меня несколько советиков потом бижутерка еще какая-то типа серьги ну я вам все это покажу в общем 40 минут шурфим пока интересного ничего нету так что я думаю что нибудь у нас сегодня выпадет надеюсь на это так что смотрим будет интересно даже 20 рублей 20 рублей 61 года 64 года полтинника евгений говорит 20 рублей стоит ну пока бензин не купили хотя женя копает много находок у него куча прям я не знаю как нибудь в гости к нему заеду мне покажет есть у меня такой проект в гостях у камрада может быть он поделится того что он накопал говорит везде разбросано как и у меня монета не продает вот ну не знаю может в будущем надумать все таки ладно у нас небольшой чай перекур деда надо задобрить потому что мы пошли копать 40 минут копаем и деда не задобрили и из-за этого у нас пока тухлячок ну не знаю посмотрим смотрим итак ребята мы сейчас как говорится местных встретили пообщались мужики оказались доброжелательные рассказали где тут что зачем и почему информации в общем дали очень много и мы сейчас перейдем между прочим где мы шурфим это были их соседи и сейчас мы перейдем на фундамент где он сам лично жил до 80 года и поведал сока интересной информации что говорит вот здесь вот была моя койка под пол бросал царские монеты где был вход в общем мы знаем как было все то есть сейчас подойдем на фундамент и мы уже будем знать где стоял дом где был вход в дом где была галанка где его была кровать в общем вся информация о фундаменте у нас есть и это между прочим очень очень классно также они нам поведали что мы копаем не здесь где нужно мы приехали в одну деревню оказывается это другая и нам указали место там где в свое время была и церковь там правда работали и тракторами они говорят в поисках тоже монет в общем не доехали наверное километров 5 до того места куда мы ехали первоначально это деревне оказывается совсем другая также они поведали очень много информации вот здесь вот стоят дымовые ямы вот на прошлых видео я как бы ходил пробный там попробовать щупом повтыкал пробные копки дел и мне показалось что это были какие-то сара и на самом деле ребят я был прав они сказали что здесь были именно сара и овчарники в общем всякая такая требуха и ничего интересного и так же мне поведали что вот и нахожусь я на старой дороге и рядом с дорогой еще была тропа по детству они по этой тропе даже ходили и визуально находили монеты визуально причем эти два пожилых таких человека они рассказали все от и до в общем информации впитал я как губка очень много и факт том что сейчас этой информации я постараюсь воспользоваться и в будущем когда я буду сюда приезжать естественно буду ехать туда куда надо факт том что мы приехали уже поздновато сюда уже время второй час вот и и совсем мало времени осталось на пока пока пушки потому что прогноз погоды нам обещал дожди весь день вот а до обеда я проспал проснулся в женьке позвонил и сообразили в общем время два часа и только приехали на коп так что ребят я думаю информации очень много и сейчас я и воспользуюсь и передвинусь именно через две домовых ямы на фундамент именно этого человека пообщался вообще классно мужики рассказали все от и до вот и передвигаюсь обязательно что им честно и итак ребят переехали мы на другой шуфик он с того места там принципе женька ништяков немножко собрал так вот это чё нет это не латунь вот и с кем я разговаривал с мужичком он говорит что его дом именно вот этот вот здесь голланд к говорит было вот правда он ковырит ковыренный чем кем-то вот здесь вот был вход именно вот здесь вот вход можно попробовать здесь он шурфленый несколько раз здесь ковырялись пробовали вот это недавно трогали единство что мне не здесь не радует то что ну даже бревно есть хорошо стоят вот такие вот каменные типа сварили что вместо столбиков вот и говорит что так здесь печку он сказал голланд кау здесь вот у него была кроватка и в эту под кроваткой большие щели были и он всякую туда хрен скидывал в том числе и монетки вот сейчас надо посмотреть будет что здесь получится не знай говорит здесь дома были до 80 вот так несколько порядков ладно попробуем время совсем чуть-чуть осталось у нас пару часов максимум посмотрим что можно наковырять за полку пару часов итак ребята ковыряюсь вдоль именно вот такого вот венца из-под него вытащил монету монета 3 копейки тридцать девятый год не знаю что из нее выпадет получится после чистки но мало что вероятно что интересно не знаю не знаю но находка есть и это радует продолжаем вдоль венца эти и посмотрим что у нас из этого выйдет итак ребят продолжаю вдоль венца эти вот он идет недавно подумал трешечку и вот еще одна монета что за монета покрупнее небольшая деформация да имеется деформация как вы видите это у нас пятачок и возможно игровой если вы встречаете монеты вот именно с деформации возможно это были и игровые и пятак у нас сорок шестого года ничего интересного обычный один из самых дешевых самый дешевые популярный тридцатый тридцать первой и сорок шестой остальные более-менее что-то весят ладно ковыряем дальше наш фуд момент посмотрим что именно нахожусь там где а дед говорил что у него была кроватка ну посмотрим что у нас под кроваткой будет еще царей пока нету как он говорил царей кидал что-то незаметно итак ребята на выброшенном была прозвонка я ее уже брал потому что было очень интересно тем что это у нас одна копейка и я ее потер вверх и надеялся что будет двадцать пятый но увы увы это у нас одна копеечка двадцать четвертого года и к сожалению сохран будет отвратительнее видите по центру такая коричневая изъян и уже при монете имеется вот такие вот изъяны после чистки это изъян будет кратером оврагом в общем монета ни о чем и стоимость данной монеты вообще ноль рублей но я вам цены показываю именно каталога хорошего внешнего вида монет так что имейте ввиду что все монеты которые я копаю это не означает что они стоят таких денег я вам лишь указываю стоимость монет в идеале в хорошем внешнем виде а такие монеты просто отстой просто как алики для моих экспериментов пойдут продолжаем и так ребята еще одна монета и хочу вам сказать что фундамент очень тяжелый сил отдаю очень много тем что он очень странный тем что здесь нету столбов здесь у нас камни место столбов которые обычно у нас фундаментах вот такие вот каменные свая и вот здесь вот тоже я на котором сижу тоже каменная свая и копать очень тяжело кирпичей вообще много лопата очень тяжело пролазит и вот она трешка тридцать восьмой год тридцать восьмой год в принципе неплохой год и внешний вид для для данного шуруфа более-менее нормальный единство что меня беспокоит вот это вот болячка после чистки это болячка превратится в раковину вот так вот ладно ладно продолжаем собирать монеты которые в принципе идут потихоньку но идут итак ребят еще одна находка находку уже поприятней тем что это извиняюсь и это у нас 10 копеек год 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 30 по-моему тридцать четвертый ну-ка через камеру посмотрим какой тридцать блин по-моему тридцать четвертый не знаю но тридцать четвертый это хороший год очень хороший год я уже не помню но вы уже на экране видите сколько данная монетка стоит по каталогу повторюсь если в хорошем сохране наша монета сохран как вам сказать чистка покажет но я по рельефу вижу что на троечку не больше она ценится тем что их всего пускали четыре года с 31 по тридцать четвертый вот такая зачетная пойдет пойдет итак ребята хочу вам целую толпу монет показать это все на одном штыки лопате было то есть один выброс и сразу четыре монеты и все монеты смотрите окаменелые это означает что что монеты после 61 года после реформы именно монеты после 61 вот в таком отвратительном сохране внешний вид то просто окаменелый кто-то может подумать что древние монеты нет это не древние монеты это 61 год у них такой сплав металл там медно-медно-цинковые по моему и они отвратительны и когда их чистишь они красные потом становятся и красноту и красноту ничем не уберешь вообще ничем все монеты вот именно из такого металла после чистки становятся красными и побороть красноту нереально нереально вот такие вот монеты кучка в одной было классно классно женька уже устал он у нас евгений там устал уже говорит что ни хрена ничего не получается настроение упадала ну ладно ладно скоро будем собираться и так ребята еще один был сигнал цветной и я уж потом думал серебро что ли или не пойми что потому что характерная такая знаете зеленоватая окраска я пошмырыгал ее ой комары пошмырыгал и понял что к сожалению это у нас какая-то бижутерка без понтовая не зная серьга или что не знай все камушки на месте кроме одного вот такая вот бижутер очка пробок здесь полно вообще полно да хочу вам показать еще запутку которыми я здесь повыскакивала довольно таки интересно так вот такой мешутка нет не олимпийский похож на олимпийского как это лабуда непонятная звенела и я его расчески это не одна расческа потом вот такая вот цифер к пишите что это угадайте конечно же поколение мое и старшее знает что это такое но ребятишки которым я считаю ну лет десять к сожалению уже не знает что такое вот если кто знает пишите может быть кто то из среди моих зрителей не знает от чего такая штучка так дальше вот такой вот такая вещица в нынешнее время таких уже не встречается но в советское время было популярно у школьников тоже пишите может быть кто то не знает что это ну и интересная была сопуточка это вот такой вот военный билет к сожалению внутри военника нету и мы не сможем посмотреть на обладателя такой корочки вот такой военный билет хотя с кем мы общались возможно этого мужичка и был военник жалко что на обратном пути они не заехали можно было им показать а помните такую фиговина если бы сказал что помню то я бы поверил что здесь он именно жил но но интересного как бы ничего не произошло так он там че-то крадется мне ведь и кустики трясутся он видите женька видел змею о вид по моему змея мы сейчас узнаем кто это вот женька такую здоровую видел черную штуку вот здесь вот нора и в нору упал зло что-то женька такую здоровую видел черную штуку говорит какой-то шланг ползущий вот такого вот диаметра он прям я видел и слышал как он перепугался будьте аккуратны сейчас у змеи как раз идут свадьбы возможно они и злые и лишь довольны не знаю ладно посмотрим что еще фундамент даст итак ребят у меня вот такие вот есть экземпляры кто-то подумает что это у нас знаете что всякие куски непонятно чего но когда евгений начал подымать их это находки жене смотрите на каждом обломки имеется молитва и все обломки вот такого характера не знай оплавлены они расколаны такое ощущение как будто специально кололи и как вы видите вы наверное специалист уже догадываетесь что это большой киотный крест даже имеется небольшая такая знаете характерная эмаль синевато-белая и с этой стороны тоже проглядывается молитва печальные конечно находки вот вот так вот получилось печаль печаль ну ладно пойдет итак ребят напоследок из находок вот такая вот фляжка ребят именно фляжка военного времени здесь не крышка была а пробка среди людей кто занимается именно по войне такие вещи ценятся но наша фляжка к сожалению имеет вот такие вот гнилые отверстия вот такая вот находка у Евгения была классная вот я ее все равно заберу из-за того что такой раритет довольно таки приятно будет лежать в школьном музее как вы знаете работая со школьными музеями и поставляя им различного рода вещи ну и по войне тоже будет нормальный экземпляр почистим и будет добротно так что ладно к машине итак ребят пришло время попрощаться с вами в принципе устали но время еще позволяет покопать еще наверное часа три солнце стоять точно будет вот но устали тем что фундаменты тяжелые оказались тем что один был горелый второй с большим количеством кирпичей камней ну очень тяжело тем более если находок нет получается еще в два раза тяжелее вот интересное тем что сегодня встретили именно человека который здесь свое время жил он показал именно дом где он спал где грелся печку где ему мамка пекла пирожки и он нам показал где было местонахождение даже его койки вот так что сегодня приятно было пообщаться с человеком тем более он много информации нам дал где здесь что как было и я точно теперь знаю что на той стороне дороги делать вообще нечего вот так что показывать находки смысла ну и не знаю покажу но обсуждать тут и нечего вот а находки у нас обычные вот ничего интересного ничего интересного сколько ну 15 монет 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 11 монет ничего по моему побольше должно быть может где в кармане и вот такая вот классная стекляшка стекляшка за зачетно если найдется еще и графинчик но я думаю найдется ну и печальные находки тем что еще были вот такие вот обломки от большого киотного креста на этом и все ребят на этой панораме закончим погода сегодня классная пасмурная дождя ветра нету так что все до новых встреч пока итак ребята я в гостях у своей тещи обратно ехал думаю дай-ка я ну время есть похожу по огороду поднял несколько конинок и сегодня я без царя все таки не остался поднял царскую монету так что я считаю просто напросто классно сколько на этом огороде я не копал здесь всегда у меня находки вот постоянно я выхожу отсюда с находками пробежался именно там где у нас арбузы кабачки вот там были находки у меня конинки я вам чуть позже покажу вот а сейчас у меня вышел царь да ребята вышел царь вот он этот царик лежит зачетный среди кустов ах вот он красивый какой бодрый вообще огонь без царей я сегодня все таки не остался сейчас Женьке позвоню скажу Женя я сегодня без царей все таки не буду вот она копеечка царская очень приятно этот огород дает мне всегда находки вот вот всегда 20 минут по огороду и все таки отыскалась ладно пройдемся что у нас еще картошечка даст я по картошке не ходил ходил вон там где большое обилие кирпича вот стекляшечка там очень интересная была вот ну посмотрим я ее чуть позже вам продемонстрирую за камерой сбегал и ради царя и вам показать что все таки царь у меня сегодня присутствует ладно посмотрим что у нас сейчас еще будет итак ребят ну и все пробежался я копнул несколько раз несколько сигналов было хороших из них порадовал конечно же царь вот она царская монета сохран будет вообще огонь вот такая вот рюмочка вот такая царского времени между прочим вот конинка один конинка два потом заклепочка тоже конский оприш такая вот заклепочка была с камушком сейчас камушек конечно отсутствует вот и пуля вот этот огород всегда всегда когда я на него выхожу он дает находки так что если есть у вас такие огороды похожие обязательно ходите и и он вас еще не раз может даже порадовать так что на этом и все клубника отцвела ой ягодки уже отошли малинка пошла вишенка у нас поспевает вот так что все ребят закончу коп на огороде всем пока до новых встреч